всем привет в эфире канал против лома это значит вы смотрите мое очередное видео ну все наконец-то я созванивался сегодня с ближним своим кентом это с виталиком возвращаясь к теме виталика и ангелине значит созванивался сегодня с виталиком с утра поздравляли друг друга с новым годом вот и он назвал мне виновных в пожаре назвал то того кто виновен в том что сгорел его дом досмотрите ролик до конца и вы обязательно об этом тоже узнаете потому что виталик это мой ближний кент вот и он как бы ему скрывать от меня нечего прошло время прошли годы так сказать нет пошло время насколько месяц наверно прошел где-то так и он все но знает очень причины знает следствие но в связи чего это все как бы и поэтому он и мне я уже задал ему вопрос сегодня виталик что случилось кто это он сказал кто до конце ролика обязательно я вам об этом скажу и вы смотрите напишите в комментариях как это вы считаете так это или нет на самом деле прав он прав я как бы и так далее в защитой к ангелину не сгорел дом месяц назад а вот и значит что значит юргенчик юра он должен был ну как бы по-хорошему по-честному помочь как-то восстановить как-то построить дом но он голову в песок спрятал и на этом все как бы слился с этой темы юра юра конюх вот ну и ладно как бы это его дело потом значит брат виталиковский он значит готов помочь восстановление дома полностью вот как-то я вот с ним разговаривал когда с виталиковским братом внебрачным внимание он сказал то что но он готов даже двухэтажный дом построить а у богатый человек между прочим за свой счет двухэтажный дом от грохот ну ведь так сказал ему это не надо значит нашел в ростове дом и будет его покупать все опять же я говорю сейчас немножко еще предисловие я скажу что мне и так сказал кто виноват в том что сгорел дом и что получается двухэтажный дом брат готов построить и так сказал ему это не надо потому как в ростове покупает себе небольшой так скажем участочек с домом ну почему-то у него я ему говорил может ты квартиру купишь он сказал нет я как бы не хочу жить в квартире ну ладно это его дело конечно минус в том что значит не было видеонаблюдение не было пожарной сигнализации то есть не было в на охрану поставлен дом то есть вот эти все косяки они как бы и привели к тому что мы имеем с вами на данный момент вот значит что будку он эту продаст по-любому вот эту бытовку не по делу было и куплено то есть какой-то бизнес какие-то сапоги шить там туфли это никому не надо сейчас то есть как он собирался ремонтом обуви заниматься за три копейки когда стоит ботинки новые вот допустим он зашьет ботинки это 500 300 рублей новые ботинки за 1000 рублей можно купить зачем как бы зашивать старье когда можно купить новый то есть сейчас бизнес обувной он никак не тянет поэтому они кто делает обувь ремонт обуви тот параллельный занимается там изготовление ключей и так далее но чем ладно будку он эту продаст бытовку ну за сколько он там брал он сам говорил 110 что ли тысяч продаста и и тысяч за может быть 70 так если быстро больше 100 да никто ему не даст ну 80 может быть если там как бы уже все равно она в цене прям сразу теряет понимаете то есть купил и все как хорошо что будка еще не сгорела ладно очень понятным ну машина там не машина тоже десятка понятно что на ее продаст вот что бассейн остался ну не знаю оборудование вот кстати оборудование где по бассейну я забыл у него спросить вот и он сам об этом не говорил живо оборудование по бассейну я бы взял бы кстати бы этот фильтр хлорированная вот это вот фигню бы я бы купил по самбо лично бы это у него ну не знаю живо на или сгорела также то есть это ну ни о чем потом что еще да и кстати я вот еще виталику сказал я говорю ты лучше что ты вот сейчас живешь у бабки ты и живи как бы все ты начал восстанавливать там ей там ремонт на кухне чуть сделал там то все 5 10 пошли у тебя просмотры все там людям это нравится ну как бы оставайся и занимайся дальше у бабки пока что куда зимой рваться надо то есть можно дистанционно продать машину дистанционно там в принципе тот же самый конюх поможет в принципе даже не конюх а вот этот вот как его мужик который вот дочка там и вот охраняла дом а вот на охраняла вот он может позвонить искать продать там десятку там за какие-то бабки ну то есть он даже может совета подать объявление понимаете и впарить ее не приезжая туда это продать также дистанционно продать будку ну бытовку точнее которую покупал для бизнеса бытовку продать и потом что еще и участок также может впарить до конкурс он отменил потому что не не пошло да это все должен был завтра разыгрывать на новый год это все ну ладно я у него спросил конкретно давай решим вопрос скажи кто что виноват в по поводу сгоревшего дома он сделал заключение ну вот я ему сейчас я ему сказал еще ты не приезжай ты все это продай и живи у бабки пока зиму зиму можно пережить у бабки как бы ей там под марафетить дом там уже кухню он сделал ну то есть бабка живет по с этим воды и то есть нету у нет туалет на улице ну как это ну что у него там можешь выкопать правильно это септик пусть не такой большой как он делал у себя то есть там понятно у него септик шел и для бани но отстойник и под дом там и под все ну можно сделать маленький допустим там какой-то пусть даже без если так можно положить там три покрышки от камаза и грубо говоря и вот он будет септик там для туалета чтобы смывать туалет тупо этого вот так будет за глаза даже душ даже душ если там душ не каждый день там мы не массово там грубо говоря там два раза в неделю то это будет все расходиться 3к покрышки от камаза закапывается по высоте значит проводится труба и делается и канализацию канализация исток и значит ты под душ нужно сделать какой-то элементарный поддон купить поставить душ все там колонку все это можно сделать хотя бы ванну чтобы бабка там его брат не бегали там куда-то на улицу там холода все зима пройдет весной пожалуйста есть куда хочешь ну ладно в общем возвращаемся к пожару дома виталик он как говорит то что одна причина может являться это проводка потому что он что-то там делал что-то не делал как-то он ее замыкал соответственно у него образование электрика нету никаких у него нету ну то есть как сказать стопроцентных гарантий что это все было сделано качество все могло быть как бы и от короткого замыкания то есть насколько он ремонтник был какое не образование то есть мы об этом никто знать не можем то что короткое замыкание как он говорит может быть было может вполне было быть и короткое замыкание мог даже тут дело-то не в этом понимаете ну грубо говоря дело в том то что почему девка которая охраняла два дня ночевала до этого в доме а именно в день пожара и и там не стало то есть не знаю и в общем это мое личное мнение только моего вот но дело в том то что вот так виталик и как сам и говорил то что это могло быть короткое замыкание вполне там все что угодно могло быть ну в общем то что произошло то и произошло но частный дом это всегда такой вот главняк кто там что-то одну тот чистить там надо снег зимой крыши вот это все было устройство территории понимаете меньше главняка если вы имеете квартиру ну в общем вот короткое замыкание виталик говорил то что могло быть и это значит что-то он сам мог понимать где какие он косяки по электрике допустил ну что в общем вот так произошло такой был год виталик ангелина сгорел дом кто прав кто виноват это уже не важно печальные новости заканчивается 2021 год много чего произошло но с вами как всегда канал против лома пишите в комментариях что думаете вы по этому поводу стоит ли ему виталику уезжать от бабки или стоит ли ему дальше жить и делать ремонту бабки я считаю что стоит у бабки жить и делать ремонт и не дергаться никуда вот вот такой вот финальный ролик с вами был канал против лома пишите комментарий давайте обсудим под что думаете вы по этому поводу подписывайтесь на канал ставьте лайки ну и всех с новым годом всем спасибо всем пока